Начался прием заявок на поступление жителей Латвии в российские вузы. Кого берут и как подать документы? Об этом в следующем сюжете. 12-классник Алексей Соловьев мастер на все руки. В прошлом году он смастерил целый станок для работы по дереву. Робот этот стал победителем на конкурсе юных техников, что в прошлом году проходил в Цессисе. Управляет этим станком компьютер. В компьютере в программе рисуешь рисунок, ну, примерно это такой. Это 2D, можно и 3D. Алексей с детства любит технику, особенно самолеты. Он мечтает стать бортинженером. Эта специальность есть и в местном РТУ. Но Алексей хочет поступить в Красноярский технический университет. Говорит, там и техническая база, и уровень образования лучше. И это при том, что всю жизнь Алексей учился на латышском языке. Сейчас он заканчивает престижную агентсканскую гимназию. Такой, можно сказать, парадокс получился. Родители давали меня в детский сад, потому что бабушка четко знала, что живя в Латвии, латышский язык знать надо. И знать надо на уровне. Ну, а вот когда поступил в среднюю школу, мне потянуло на родину предков. Хочется там учиться. Уже через месяц 12 классиков ждут выпускные экзамены. Многие из них уже определились, куда именно будут поступать. Некоторые совершенно точно нацелены на Россию. В этом году Россия совершенно бесплатно готова обучить 100 человек из Латвии. Посольство России в Латвии уже начало прием документов. Отбор претендентов ведет специальная комиссия. Главные критерии – высокие оценки по профильным предметам. А еще личная мотивация самого абитуриента. Члены комиссии должны увидеть в нем потенциал. В прошлом году конкурс был три человека на одно место. И чтобы принять лучших, посольство даже пришлось попросить увеличить число бюджетных мест для латвийцев. В первую очередь популяризация российского образования. Все-таки образование Российской Федерации – это образование действительно мирового уровня. Российские вузы известны по всему миру. И они действительно дают универсальное фундаментальное образование, которое может быть применимо в абсолютно любой области. Ну и кроме того, это также возможность оказать некоторую поддержку. Особенно вот в ситуации в Латвии. Так или иначе, это поддержка русскоязычного контингента, предоставление возможности учиться на родном языке. Учиться в России могут как граждане, так и неграждане Латвии – выпускники и русских, и латышских школ. Более того, в этом году есть квоты в магистратуре и аспирантуре. В посольстве подчеркивают, по окончании вуза молодой человек ни к чему не привязан. Он сам волен решать, что делать – оставаться в России, податься дальше или вернуться обратно в Латвию. Прием документов продлится до 11 мая. Подробный перечень вузов и число мест на сайте посольства. С Кирмой Табальчеты, Гунтес Федменис, Эдгарс Якобсон, телекомпания ТВ5.